В четверг в депутатской комнате, где обычно проходят заседания профильных комиссий, как говорится, яблоку негде было упасть. В повестку дня комиссии по финансово-экономическим вопросам, бюджету инвестициям и коммунальной собственности были внесены изменения, так как на заседание пришли жители улицы Приморской с требованием принять меры для замедления оползневого процесса. Мы просим, чтобы выделить средства на дренажную систему, чтобы вывести эти гринтовые воды, чтобы она куда-то выходила. Вот у нас есть Денис, который сиротан, у него метр от дома уже треснула земля. Что ему делать? Нельзя уговорить природу. Она бахнула в один день, пришли и обрезали людям воду. Это одна. Скоро бахнет еще две стороны, и к людям не пожарят, они скоро и не подъедут, потому что со стороны Александрийской нет подъезда, и со стороны Приморской нет подъезда. Не подъедут. Дома, которые за нами едут в район, это все связано, это не отдельно. Эти дома тянут нас. Вместе с жителями на комиссию также пришла депутат Черноморского горсовета Анна Филатова. Улица Приморская входит в ее избирательный округ, поэтому депутат не понаслышке знакома с этой проблемой. Анна Филатова почти ежедневно общается с жителями Приморской, автором проекта «Берега укрепления» Владимиром Кузнецовым и другими специалистами, занимающимися этой проблемой. Мы разговаривали, когда с Кузнецовым, он сказал, для того, чтобы был какой-то маломальский эффект, хотя бы для этой улицы нужно, например, забить определенное количество свай. То есть работы должны вестись на сегодняшний день и днем, и ночью. Не так, что вот есть финансирование сегодня, а потом три месяца ему не будет, или четыре. То есть процессы эти идут. И вопрос сегодня стоит в том, что как можно сделать так, как вы можете посодействовать, или принять такое решение, найти финансирование, чтобы это было максимально быстро и эффективно, чтобы спасти хотя бы уже то, что сегодня будет разрушено в первую очередь. Все-таки это уже действительно дома тех людей, которым жить больше негде. Заместитель Черноморского городского головы Юрий Круг заверил жителей, что городская власть не безразлична к их проблеме. Юрий Юрьевич рассказал о проекте берегоукрепления, который сейчас реализуется, и причинах, которые влияют на ход работ. Говорить о том, что сегодня городские власти бездействуют, ну это по меньшей мере некорректно обсуждать проект с точки зрения его, скажем, его не целесообразности, а его эффективности сегодня невозможно, потому что объекта нет. Я приводил примерно то же самое, что и строить дом, построить три этажа, и говорить, так мы же не можем в нем жить. Ну, конечно, мы не можем жить, потому что не закончено сооружение. Поэтому, когда ровно год назад мы поручили мне заниматься этим вопросом, я его взял, скажем, на контроль, и мы выстроили такую систему, скажем, понимания этих процессов, в рамках которой сделаны корректировки к проекту. Вы знаете, проблематика была, процессы настолько быстро развивали, что свальный ряд 120 метров, который был по первоначальному проекту сделан, он получил деформацию. И гид проекта, что называется, ломал голову над тем, какие причины. Поэтому были найдены технические механизмы, и они внесены в новый проект. Основная проблематика, которая есть сегодня, это отсутствие надлежащего финансирования по причине того, что городской бюджет не в состоянии профинансировать полную стоимость этого проекта. В соответствии с постановой Кабмина, номер 415, про затверждение порядка украшения коштевого резервного фонда бюджета, разработали, подготовили полный пакет документов для подания от субъекта звернания, которым является будущая администрация, на Кабмин заявки на получение этого финансирования. На следующий год задача наша добиться этого финансирования таким образом, чтобы в течение года, в 2019 году по причетам специалистов, я это опубликовал тоже на своей странице по избу, сегодня там все читают, закончить эти работы. Значит, по результатам выполненных работ можно будет говорить о том, ну, я надеюсь, что можно будет говорить о эффективности этого сооружения. На сегодняшний день сооружения нет. Есть 25% от полного объема выполненных работ, которые предусмотрены проектом. Юрий Круг рассказал об итогах заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, главной темой которой стали оползни в районе улицы Приморской. В частности, члены комиссии обсудили проблемы с коммуникациями. Поставили сегодня задачу тем ответственным подразделениям и города, и обл.энерго, ну, РЭСу нашему, и газовой службе по разрешению этой ситуации. Более того, определить, где есть дачники, так сказать, где есть дома, в которых люди живут и которым некуда переезжать, и сделать так, чтобы, ну, как минимум, обеспечить нормальную жизнеспособность тех домов, которые находятся вблизи этой ситуации. Заместитель мэра также ответил на вопрос о дренажной системе, которую требуют построить жители Приморской. Мы делаем временную дренажную систему, которая отведет вот эти два водоема, так сказать, которые образовались в нижней части этого плато, на котором происходят поползневые процессы. Выслушав жителей улицы Приморской, члены финансовой комиссии приступили к рассмотрению вопросов повестки дня. По первому вопросу о перераспределении бюджетных средств доложила начальник финансового управления Ольга Яковенко. Учитывая необходимость непрерывного финансирования работ по укреплению берега, было принято решение выделить на эти цели 5 миллионов гривен. Что касается вопроса ликвидации последствий, возможно, чрезвычайной ситуации, в частности, обеспечения жильем пострадавших, депутаты утвердили соответствующую рекомендацию. Нечередной полком собрать и поставить этот вопрос в случае того, что если же случится что-то с каким-то из жителей или с его домовладением, поставить вопрос и решить этот вопрос об отселении куда-либо конкретных людей. Остальные вопросы, которые входили в повестку дня финансовой комиссии, рассмотрены не были. Депутаты приняли решение продолжить заседание в ближайшие дни.